Депутаты парламента продолжают поездки по регионам страны с разъяснением сути президентского послания, а также конституционной реформы. Спикер-мажилис Анурлан Нигматуллин отправился с визитом в Алматинскую область, где встретился с трудовыми коллективами и рядовыми жителями региона. Село, как говорится, город кормит, но сегодня казахстанские поселки отправляют свое молоко, мясо, пшеницу уже далеко за пределы страны. Например, это крупное сельхозпредприятие Алматинской области в селе Карабулак не стоит на месте и занимается не просто животноводством или выращиванием культур, а глубокой переработкой продукции. Строс на эти макаронные изделия есть всегда. Дело в том, что продукция с пометкой «сделана в Казахстане» полностью натуральна и отличается в первую очередь высоким качеством. Поэтому неудивительно, что заказы растут, а фермеры едва успевают отгружать заказы. С работой крестьянского хозяйства спикер Мажелиса Нурлан Нигматурин ознакомился не случайно. В своем послании президент как раз подчеркнул, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Получается, что во многом благодаря труду именно сельских жителей и удастся добиться намеченных планов. Но тут важно понимать, что параллельно государству необходимо решать и социальный блок вопросов. Их спикер Мажелиса детально обсудил с медперсоналом центральной больницы Ескельдинского района. В поликлинике работает центр семейного здоровья, включающего и скорую помощь, и скрининговый осмотр, и кардиологический кабинет. В общем, все, что поможет быть здоровым. Более детально смысл послания президента и конституционной реформы Нурлан Нигматурин обсудил на встрече с жителями района. Спикер Мажелиса простым и понятным для всех языком рассказал, почему государству сегодня важно внедрять цифровые технологии, зачем развивать трехязычие в школах и как меры господдержки сказываются на простых людях. Нурсултан Абишевич Назарбаев каждый раз в своих посланиях не обходит вниманием пенсионеров. И в этот раз нам очень приятно, что с 1 июля будет повышена пенсия. Мы также принимаем участие в обсуждении конституционной реформы. Считаем, что такое перераспределение полномочий усилит участие населения в определении будущего страны. Сельчане внимательно следят за последними новостями. В частности, их интересовали вопросы реформирования местного самоуправления в рамках конституционной реформы, получения кредитных ресурсов для аграриев, а также обеспечения молодежи работой. Правильно, что депутаты выезжают в отдаленные населенные пункты, деревни, встречаются с населением. Это очень хорошо и очень важно. Инновации и быстрое внедрение их в производство – это тоже важная составляющая третьей модернизации Казахстана. На этом заводе по выпуску алюминиевых профильных систем производят около 300 наименований готовой продукции. Офисные перегородки, витражи. Максимальная производительность предприятия до 12 тысяч тонн в год. Специалисты завода не скрывают – поддержка чувствуется. Для каждого из нас послание президента – это гарантия надежного будущего наших семей. Из года в год усиливается поддержка отечественного производства, внедряются инновации. А это стабильная работа, заработная плата, достаток в наших домах, благополучия в стране. Что касается политической реформы, то, по моему мнению, ее проведение значительно повысит эффективность всей системы государственной власти. На встрече с трудовым коллективом Нурлан Никбатулин подробно разъяснил все пять приоритетов послания президента. Ведь перед ними, работниками завода, стоят новые задачи по увеличению производительности труда и модернизации предприятия. Сегодняшние встречи в Алматинской области показывают, что жители региона, как и все граждане нашей страны, поддерживают как проект конституционной реформы, так и масштабную программу экономической и социальной модернизации Казахстана. Наши избиратели неизменно подчеркивают, что вся деятельность главы нашего государства подчинена одной цели – улучшению качества жизни казахстанцев, повышению эффективности системы управления страной, обеспечению устойчивости экономики в долгосрочной перспективе. Именно поэтому лидер нации и проводимый им стратегический курс развития страны пользуются поистине всенародной поддержкой. Кстати, роль парламента после перераспределения полномочий возрастет. От депутатов теперь будет зависеть составка бюджета министров. И именно народным избранникам предстоит оценивать эффективность правительства. А это, в свою очередь, позитивно отразится на выполнении реализуемых госпрограмм. Дамир Абуф, Олжас Байбусынов, Жумарт Елеев, Оскар Абельдаев, Хабар-24, Алматинская область.